Директору ищут замену. В администрации Петрозаводска закончился прием заявок на должность директора лице номер 13. На это место претендует 4 человека. Напомним, прежний руководитель школы Галина Васильева была уволена без объяснения причин. В городском суде продолжилось рассмотрение дела по иску Галины Васильевой, требующей восстановить ее в должности. Трудовой кодекс позволяет уволить руководителя организации без объяснения причин, но защита Галины Васильевой ссылается на постановление Конституционного суда 2005 года. Принимая решение об увольнении директора учреждения, работодатель должен руководствоваться общественными интересами этого учреждения. Мы доказываем, что Галина Васильевна действовала в интересах учреждения и потребительский интерес на образовательные услуги был удовлетворен в полном объеме на протяжении последних 30 лет. В суде администрация города наконец озвучила причины, ставшие поводом для увольнения Васильевой. О качестве работы, о качестве образования в нашем лицее. Далее жалобы родителей, которые, я считаю, были спровоцированы. Одна из жалоб была спровоцирована сценарием самого управления образованием, но виновных почему-то оказалась школа, которая не приняла их сценария. И прокуратура республиканская и Роспотребнадзор подтвердили, что я была права. Еще одна претензия администрации касалась стиля управления экс-директором. Чтобы разобраться в этом вопросе, суд вчера заслушивал показания свидетелей с обеих сторон. Эти люди отвечали на вопросы о том, как выстраивается взаимоотношение директора с трудовым коллективом, директора с родителями, директора с учениками. Потому что позиция администрации такая, что многие решения директор принимает чуть ли не единолично, без учета мнения коллектива, без учета мнения родителей. Вчера эти все позиции были опровергнуты показаниями наших свидетелей. Пока идет судебное разбирательство, администрация города рассматривает кандидатуры на вакантную должность директора 13-го лицея. Прием заявления на это место завершился. На него претендуют четверо. Результаты конкурса должны объявить не позднее 4-го августа. Но возможно, что в работу конкурсной комиссии будут внесены коррективы. Сегодня Галина Васильева подала в суд ходатайство о приостановке конкурсной процедуры до разрешения ее дела по существу. Алена Сенция, Евгений Бдокимов, Целиканал Ника+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова